МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа День города. Меня зовут Максим Васильев. Здравствуйте. Сегодня выпуск. Ни пойман ни вор. В районе улицы Новоселов кто-то с упорством оставляет теплотрассу без изоляции. Свежее дыхание ВДНХ. Власти и общественные активисты реконструкции торгового городка займутся вместе. Я тебя породил, я тебя и убью. Политический семейный спор закончился трагически. Обратная связь – один из ключевых показателей взаимодействия властей и жителей. Рязанская мэрия на своем сайте предлагает горожанам обозначить основные проблемы и определить перспективы развития. В специальной анкете 8 позиций. Помимо указания приоритетов, власти предлагают выбрать варианты ассоциаций с городом Рязань. Только вы сможете назвать его развитым промышленным центром или территорией социального благополучия и согласия. Опрос пройдет до 11 декабря. Включайтесь. Для жителей многоквартирных домов по улице Новоселов одна из главных проблем сегодня – состояние теплосети. Ее они тоже могут указать в анкете. Трубы оголены практически круглосуточные. И ладно, мы тепловики не обматывали их стекловатой. Так ведь нет же, свою работу они выполняют исправно. Но изоляции с каждым днем все меньше. Олеся Катровская знает почему. Теплосети греют улицу, а не квартиру считает Ольга, жительница дома номер 18 по улице Новоселов. Говорит, что для того, чтобы согреться, приходится одеваться очень тепло. В ее квартире сейчас плюс 18. Ситуация с наземной теплосетью повторяется из года в год. Оголенные трубы утепляют, а буквально через день вандалы срывают с них изоляцию. Малолетки, они издирают, их каждый год утепляют, а они приходят, они все издирают. Смысла никакого нету, они каждый раз приходят, их убирают. И хоть эти ходят, ППСники, они там, если кого-то ловят, они приходят здесь и еще в другом месте тоже друг друга издирают. Вот их изолирует там кто, организация, правильно? Через день они все раскрыты. Вандализм сплошной, посмотри, что это не вандализм. Постоянные посиделки, грязь, молодежь, возраст, начиная с такого и заканчивая взрослыми мужчинами, которые пьют вместе, ругаются, курят. Что двигало варварами непонятно. Вряд ли кто-то из них задумывается, что оголенная теплотрасса в холодное время года будет отапливать улицу, а деньги рязанцев, которые оплачивают услуги тепловиков, улетят на ветер. На данном участке наше предприятие восстанавливает систематически тепловую изоляцию в связи с тем, что присутствуют акты вандализма, и эта изоляция просто уничтожается, срезается, обрывается. И в прошлом году была такая же ситуация, и в этом году буквально мы восстановили изоляцию, на следующий день приехали, она вся оборвана, значит, лежит на земле. 26 ноября сотрудники теплосетей вновь выехали на улицу Новоселов, чтобы заизолировать трубы. На этих кадрах видно, как они проводят работы, утепляют теплосеть. А это видео, которое было снято на следующий день. Вандалы снова оборвали изоляцию. Обращаюсь к гражданам, ко всем нашим, к населению, поскольку это деньги ваши, наши в том числе. Понятно, что если такие случаи наблюдаются, необходимо их пресекать, сообщать в определенные органы, чтобы для принятия мер. А вот теперь памятка для тех, кто любит срывать теплоизоляцию. По статье КОАП это всего лишь тысяча рублей. Но правоохранители готовы применять статью 214 Уголовного кодекса, а это другая мера ответственности. До трех лет лишения свободы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А вот теперь от проблем перейдем к перспективам. Старт проекту по реконструкции торгового городка дали еще в сентябре, но с общественными активистами найти точки соприкосновения удалось только сейчас. Представители городских властей встретились с активистами-добровольцами. И теперь, как считает Марина Комиссарова, реконструкция Рязанской в ВДНХ получит новый импульс. О судьбе торгового городка, долгие годы находившегося в запущенном состоянии, говорилось много. И вот настало время, когда будущее объекта определено. По поручению губернатора региона этой осенью была создана рабочая группа на базе Министерства культуры и туризма Рязанской области, в которую вошли инспекция по охране объектов культурного наследия, Всероссийское общество охраны памятников архитектуры, администрация города Рязани. В рамках проекта мы предполагаем разработать мастер-план объекта, привлечь сюда резидентов, наполнить данную площадку новыми смыслами, а также восстановить благоустройство территории и восстановить, либо создать коммуникации на площадке. Уже несколько лет группа добровольцев старается поддерживать порядок на территории торгового городка. С 2015 года рязанцы в свои выходные приезжают сюда и освобождают пространство от мусора и зарослей. Мы просто жители города, неравнодушные жители, которым очень важно, чтобы данное место действительно было наполнено каким-то смыслом. Мне бы хотелось, чтобы в первую очередь место сохранило свою аутентичную историю, было наполнено не рыночными торговыми павильонами, а именно какими-то научными, техническими, молодежными, творческими клубами. Однако некоторые виды работ без согласования с городскими службами могут быть опасными для здоровья и даже жизни. Планы коммуникации, находящиеся под землей, неизвестны рядовым рязанцам, и поэтому любые виды подобных земляных работ обязательно нужно тщательно продумывать. Как и многие другие действия, которые могут, хотя и из добрых побуждений, навредить в том числе и последующим трудам по реконструкции. Мы очень рады, что в нашем городе есть такие неравнодушные жители, которые готовы включаться в процесс. В настоящий момент мы узнали друг друга, мы готовы работать вместе, мы будем привлекать на все ключевые этапы разработки проекта, а также на производство определенных видов работ. Пока проект на этапе разработки, дирекция благоустройства города постоянно следит за чистотой на территории торгового городка. Впервые мы здесь появились в 2015-2016 году, когда территория была заросшая. Проводились работы совместно с муниципальными предприятиями, с ресурсоснабжающими организациями. Работы проводились по окосу территории, по вырубке деревьев старых сухих, по вырубке борослей. Работы проводятся регулярно в весенние, осенние, летние периоды. Здесь мы и окашиваем, и вывозим очень много. Мусор был вывезен, я даже не могу сказать в каком объеме, но в огромном объеме. И работы мы проводим регулярно. Конечно, в настоящее время следить за порядком в торговом городке довольно сложно. Ежедневно мусор появляется от объектов торговли, которые находятся здесь. Но в планах развития устранить и эту проблему. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И еще одна приятная новость для горожан. В одном из скверов Дашково-Песочный в Рязани был установлен новый арт-объект. В детском городке появились персонажи из советского мультфильма. Подробности далее. Именно здесь, в самом оживленном месте, где много радостных детей и их родители установили героев любимого мультфильма. Конечно же, это крокодил Гена и его верный друг Чебурашка. Всеми запомнившийся с детства мультик будто ожил в самом центре сквера Соболева. Скульптуру установили около детской площадки. Они изготовлены из стеклопластика и покрашены краской. Вообще идея, например, парка, такого детского развлекательного какого-то парка с героями русских мультиков, эта идея, мне кажется, давно уже витает в воздухе и она, в общем, довольно здравая. Все-таки это место для местных жителей, скажем так. И, естественно, в спальном районе это очень важно, чтобы был сквер, где можно было прогуляться взрослым, детям и так далее. То есть для местных жителей однозначно это важное пространство. Посетители сквера с огромным интересом фотографируются рядом с новым арт-объектом. Особый восторг, конечно же, герои вызывают у малышей. Скульптуры появились неожиданно. Это очень приятно. Они красивые, детям нравятся. Конечно, обновление. У нас в Песочне нет никаких досугов для детей. Хотя бы эта площадка. Как отдушина и детям, и взрослым, всем нам. Самый любимый мультфильм детский. Он очень добрый, понимаете? Есть мультфильмы разные, особенно современные, там непонятно что показывают. Это очень добрый мультфильм. Кена, там добрые дела делают, а детям это нужно. Это идет процесс воспитания. Особый интерес у жителей нашего города вызывает Чебурашка. Впрочем, популярностью персонаж советских мультиков пользуется не только у рязанцев. Он известен по всему миру. К примеру, особую любовь и популярность он приобрел в Японии, где даже были сняты дополнители серии ультового мультфильма. А вот в нашей стране Банк России 24 ноября выпустил памятные монеты с изображением крокодила Гены и Чебурашки. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего срок возле села Кликотки Рязанской области, отозвала ходатайство о смягчении наказания. Официально для уточнения юридических деталей. Заседание суда должно было пройти сегодня в Скопине. Напомним, в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в коррупции и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 миллионов рублей. Ходатайство не лимитировано, повторный запрос можно подать в любое время. Политический спор стал причиной трагедии в одной из рязанских семей. Отец зарезал своего сына прямо на глазах у родственников. Подробности далее. Семейная встреча закончилась двумя ножевыми ударами. История эта развернулась в Спасском районе. У сына начался отпуск, и он приехал к своим родственникам. Планы на отдых были большие – починить крышу родительского дома. По приезду семья отправилась делать шашлыки. Позвали на праздник соседей. Естественно, за встречу выпили. Отец семейства принял на грудь побольше. Сын – чисто символически. После этого между ними разгорелся конфликт. Причиной стала политика. В порыве спора отец достал нож и нанес сыну два удара. Еще раз подемонстрируйте, пожалуйста. Вот так. Дальше что происходило? Дальше у нас не упал, если мы попали. Нож у отца отобрал жена. Как тот потом расскажет, во время следственного эксперимента он сидел рядом с сыном и зажимал ему рану до приезда скорой помощи. Однако помочь ему не смогли. Скончался от большой кровопотери. Теперь дело передано в суд. По результатам расследования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотрено часть первой статисты, пятой. И после выполнения определенных процессуальных требований, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящий момент ведется судебное следствие, которое находится на окончательном этапе расследования. Во время допроса подсудимый рассказал, что сын всегда ему помогал, да и отношения между родственниками были хорошие. Теперь в содеянном раскаивается. Всему виной был алкоголь. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Меньше недели до дедлайна от федеральной налоговой службы. Имущественный налог нужно уплатить до 1 декабря. Это касается тех, у кого в собственности квартира, дом, земельный участок или транспортное средство. Со штрафами шутки плохи, считает Валерий Седов. В ноябре многие рязанцы получили свои так называемые «письма счастья». Отправляет их налоговая инспекция, чтобы напомнить горожанам об обязательной уплате налогов. 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год. До этого момента рязанцы, владельцы налогооблагаемого имущества, должны заплатить налог на имущество физических лиц, который уплачивается за объект капитального строительства. Это жилые дома, квартиры, гаражи, дачи и так далее. Транспортный налог, ну понятно, что за транспортное средство, и земельный налог. Правда, уведомление могло человеку и не прийти. В последние годы этот документ стал виртуальным. Его можно найти в своем личном кабинете на сайте налог.ру и по сумме оплатить срок. Сотрудники ФНС советуют использовать единый налоговый платеж. Здесь одной суммой можно оплатить земельный, транспортный и остальные налоги. Сделать это можно в своем личном кабинете. А вот если вовремя деньги в налоговую службу не принести, то последуют штрафные санкции. 2 декабря те владельцы имущества, которые не успеют оплатить свои налоги, у нас однозначно попадают в категорию должников. Со всеми вытекающими из этого последствиями. А именно в первую очередь им будут направляться требования. Требования – это специальный документ, требование на уплату налогов, который уведомляет налогоплательщика о том, что он не исполнил свою обязанность по уплате налогов в срок. Налогоплательщикам дается срок в 30 дней. Если не успеть, то последуют санкции. И налоговая уже будет подключать службу судебных приставов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!